В 2011 году Генеральная ассамблея ООН объявила 21 марта Всемирным днём людей с синдромом Дауна, заболеванием, возникающим в результате генетической аномалии. Ребёнок, которому поставили подобный диагноз, вопреки распространённому мнению, может жить и радоваться жизни наравне со здоровым человеком. Разве что взгляд на мир у него будет другим, особым. В Харциске вот уже много лет существует городское общество инвалидов «Искра», где людям с различными проблемами со здоровьем, в том числе и родившимся с геномной патологией, оказывают помощь и поддержку. Как раз вчера подопечных «Искры» навестила целая делегация из Иловайска. Сотрудничество Иловайской администрации с Харцисским обществом инвалидов, по словам главы города железнодорожников Сергея Муковнина, началось три года назад, в 2015. С тех пор практически ни один праздник в «Искре» не обходится без дружественного визита иловайчан. И вот очередная встреча. Гости приехали, как водится, не с пустыми руками. На этот раз доставили в «Искру» продукты питания и тёплые вещи. Мы уже очень давно дружим с общественной организацией «Искра». Они нам помогают морально, мы им помогаем по возможности физически. Помощь, как обычно, собирали всем миром. Участвовала и госпредприятие «Железная дорога», и волонтёры Иловайска. В общем, всем миром собрали. Что собрали, передали. Призыв администрации помочь подопечным Харцисского общества инвалидов поддержал Молодёжный совет коллектива железнодорожников, работники детского сада «Теремок» и родители тамошней детворы. Вместе собирали вещи и детские игрушки. Иловайчанин Юрий Лозан решил в индивидуальном порядке оказать помощь продуктами питания. Сегодня всемирный день людей с синдромом Дауна. Люди об этом вспомнили, приехали с подарками к нашим звёздным деткам. Заодно мы пригласили и остальных деток наших с различными физическими отклонениями, будем говорить. Вот взрослые пришли тоже посмотреть, пообщаться с администрацией. Очень, конечно, радостно в такие дни, тем более вот так спонтанно, когда не ждёшь, и тебе звонят, говорят, так, быстренько, будьте готовы, мы едем. Татьяна Гаденко такое сотрудничество с руководством Иловайской администрации называет не иначе, как дружбой, которая, к слову, очень дорожит. Друзья, они не помогают, они просто приходят на помощь. То есть на помощь, просто потому что скучают, просто потому что давно не были, просто потому что вот ехали в Харциск и захватили сумку, допустим, с детским питанием. Просто в первую очередь это друзья, огромные, давние, желанные. Сегодня городское общество инвалидов в основном посещают люди с нарушением психического развития, проблемами слуха и зрения, больные онкологией и сахарным диабетом. В настоящий момент на учёте в Искре состоят 540 харцезян, из них 54 ребёнка.